Всем привет, вы на канале Текберг, и сегодня расскажу про снегоходы от компании BRP и Yamaha. Начнём с того, что пройдёмся по базовым параметрам техники и немного погоняем на них, чтобы понять, что из себя представляют эти снегоходы. Как мне сказали ребята из клуба Divine Riders, бытует некое мнение, что снегоходы от Yamaha какие-то не очень и по возможности следует брать что-то другое. Как по мне, это очень спорное мнение, да и наши тест-пилоты с такими выводами особо не согласны. Основным райдером сегодня будет Андрей Волхонов, неоднократный победитель и участник различных соревнований, и по совместительству основатель одного из самых старых России клубов Divine Riders. Кстати, небольшой отзыв по этим снегоходам можно глянуть в социальных сетях Divine Riders, Андрей расскажет о своих ощущениях после покатушек на тестовых снегоходах. Все ссылки на ребят оставлю под видео. Ну и конечно же огромное спасибо клубу Divine Riders за предоставление техники для этого обзора и помощь в съёмках. У нас же традиционно будет небольшой технический обзор, так что технику берём и погнали. СНЕГОХОДА Сегодня на обзоре снегохода 19-го модельного года. Это Yamaha Sine Windr 153 BTX LE в оранжевом цвете и Beere Pire Negativ Zotais Turbo в красивом жёлтом цвете. Yamaha Sine Windr 153 – это современный снегоход-кроссовер для глубокого снега. По габаритам он чуть длиннее Beere P. Длина снегохода 3360 мм. Ширина 1219 мм. Высота 1260 мм. Снаряжённая масса снегохода в районе 300 кг. Странно, но Yamaha нигде не публикует сухой вес снегохода, поэтому вес у нас примерный и основан на информации из интернета. Beere P900ais Turbo – также современный кроссовер, заточен на скоростное передвижение по не сильно глубокому снегу. Длина снегохода 3014 мм. Ширина 1217 мм. И высота 1222 мм. Снаряжённая масса ренегата в районе 286 кг. Если брать современные снежики, то они плюс-минус одинаковые, как визуально, так и конструктивно. Но только при изучении ТТХ можно понять, какие параметры делают их всё же уникальными и непохожими друг на друга. Передняя подвеска SineWindows 153 независима на грычажные, с регулируемыми амортизаторами. На данном снегоходе установлены амортизаторы от Fox. Ход подвески 229 мм. Колея передних лыж может регулироваться от 1016 мм до 1041 мм. Задняя подвеска также рычажная, оборудована двумя амортизаторами Fox, которые можно настроить под свой стиль езды. Ведомых роликов подвески 8. Установлены длинные склизы для хорошего контакта полотна гусянки с подгусеничной поверхностью. Ход задней подвески 394 мм. Установлено гусеничное полотно длиной 3886 мм. Ширина полотна 381 мм. Высота зацепов 57 мм. Как я понял, склизы имеют облегчённую конструкцию, но я могу и ошибаться. Выводы делаю по наличию большого количества различных технологических отверстий. Возможно, это сделано для самоочищения от снега или наледи. На BRP 900 iSturbo передняя подвеска также многорычажная. На снегоходе установлены амортизаторы от Kayaba. Ход передней подвески 255 мм. Ширина колеи лыж 1077 мм, что чуть больше, чем у Sinewinder 153. Задняя подвеска также рычажная, оборудована двумя амортизаторами Kayaba Pro 40, которые можно настроить под свой стиль вождения. В ведомых роликов 9. Установлен длинный склиз для хорошего контактной полотна гусянки с подгусеничной поверхностью. Склизы не такие, как у Yamaha, технологических отверстий намного меньше. Ход задней подвески 270 мм. Установлена гусянка IceCobra длиной 3487 мм, шириной полотна 381 мм и высотой зацепов 41 мм. Sinewinder 153 – это один из самых энерговодружённых снегоходов. На нём установлен 180-сильный трёхцилиндровый четырёхтактный силовой агрегат, объёмом в 998 кубич сантиметров. Двигатель с турбонадум и специальная электронная система управления турбиной, для обеспечения мощного ускорения снегохода в любой момент. Охлаждение жидкостное. Есть электростартер. Теплообменник системы охлаждения вынесен на заднюю часть туннеля гусеничного блока. Трансмиссия на вариаторе. Есть задняя передача с электронным переключением. Для торможения снегохода применяется гидравлический дисковый тормоз, который размещен на приводном валу. Ёмкость топливного бака – 33,6 литра. На ренегате установлен двигатель Rotax 900 Ice Turbo. Это 150-сильный турбирунно-центровый четырёхтактный двигатель с объёмом 899 кубич сантиметров. Охлаждение жидкостное. Для охлаждения масла установлен масляный теплообменник. Снегоход оборудован электрическим стартером. Объём топливного бака – 36 литров. Трансмиссия автоматическая на вариаторе. Есть три режима работы снегохода. Режим эко, стандарт и спорт. Для торможения снегохода применяется спортивный гидравлический дисковый тормоз от Brembo. Задняя передача включается в ручную специальной ручки переключения. Ну что же, настало время проверить снегоходы на скорость. Но в данном тесте мы будем использовать Yamaha Sandwindor 141 XTX, потому что она по своим габаритам и гусянке почти одинакова с BRP. Но у неё такой же мощный 108-сильный двигатель, как и на 153-м сайндвиндоре. Чтобы хоть как-то противостоять сайндвиндору, BRP будет стартовать в спорт-режиме. Так как 141-й сайндвиндор чуть мощнее и легче, то у него явные преимущества, как на старте, так и на всей дистанции. Но будем учитывать и то, что у нас непрофессиональный заезд, и наши результаты – это только наши результаты, а у вас могут получить совершенно другие. Как видно с экшн-камеры, сайндвиндор 141 разгонялся до 128 км в час. По управлению снегоходы примерно одинаковые – ручки и курок газа с подогревом. Как сказал Андрей, на BRP немного не хватает высоты руля. Скорее всего, это можно исправить кастомной проставкой, если кому-то потребуется поднять руль чуть выше. Также на BRP есть возможность менять положение ручки газа – под указательный палец или большой палец. Рулевое управление классическое, и каких-то особенностей я не обнаружил, так что проблем в манембрировании снегоходами не должно возникнуть даже у новичка. Снегоходы оборудованы электронными бортовыми компьютерами, которые отображают всю необходимую техническую информацию. Бортовая панель на ренегате мне понравилась чуть больше, она как-то информативней, хотя и на Ямахе она полностью цифровая, без аналоговых приборов. Снегоходы оборудованы аварийной чекой остановки, на руле есть дополнительная кнопка глушения двигателя. В данном случае чека безопасности на BRP есть не что иное, как радиоключ противогонной системы, без которой снегоход попросту не завести. На Ямахе, скорее всего, похожая система, увы, точное описание я на неё так и не нашёл. Внешний вид Сайнвиндера интересен, снегоход имеет минимум обвеса, из плюшек есть небольшой кофр за сиденьем райдера. Для удобного маневрирования есть широкие подножки с зацепами. В корпус снегохода предусмотрены ниши под ботинок со специальным ограничителем хода, чтобы ваши ноги не вылетали из этой ниши при слишком динамичной езде или кренении снегохода. Сидушка райдера комфортная, без выпирающих форм и спинки, которые могут мешать в управлении снегоходом. На Ямахе можно совершенно комфортно передвигаться и в ночное время, или что-то подсветить, головное освещение достаточно яркое. В задней части установлен фонарь сигнала торможения красного света и большой пластиковый брызговик. Через пару дней после съёмок Андрей мне скинул несколько фото и видео с очередных покатушек на этих снегоходах. И как ни печально, но владелец 153-го Сайнвиндера попал в неприятную ситуацию. Как видим, у него развалилась задняя тележка гусеничного блока. Судя по повреждению, похоже, что обломилась именно склиза. Видать, облегчённая конструкция попросту не выдержала нагрузок. Но опять же, винить в этом Ямаху не стоит. Мы не знаем, что там конкретно произошло на покатушках. Надеюсь, владелец отделается не сильно дорогим ремонтом и снова будет кататься на своём снежике. Бирь Перенега 900 Ай Стурбо. В эстетике дизайна он ничем не уступает Ямахе. Всё стильно и красиво. Сидушка райдера удобная. Не знаю, есть ли там подогрев, я не нашёл об этом информации. Но вроде моя пятая точка не особо мёрзла на тесте. Также есть удобные подножки. Ниши под ботинок имеют фиксатор. Подножки достаточно удобные, ноги с них не слетают. Головное освещение яркое. А кому светоштатных фар мало, думаю, что уже давно поставили допсвет. В задней части установлен фонарь сигнала торможения красного света. И большой брызговик. Как и Сайнвиндер 153, наш тестовый ОБРП также немного пострадал, слегка искупавшись. Как сказал Андрей, владелец прослушился, а снегоход отделся лёгким испугом. Что же, давайте подведём некое резюме по этим снегоходам. Начнём с того, что какого-то негатива к Ямахе у меня не возникло. Напротив, Сайнвиндер 153 это просто пушка-гонка. Хоть я не так много на нём покатался, но мне очень зашёл этот снежик. Сайнвиндер 153 очень люто вжаривает, и к такому снегоходу нужен соответствующий подход. В неумелых руках можно запросто покалечиться или проведить технику. Поэтому такой снегоход подойдёт далеко не каждому райдеру. Но если его купить, то эмоции от эксплуатации снегохода можно будет выгружать вагонами. Бирь-пири Нега 900 Айс Турбо хоть и спортивный снегоход, но в нём показался более комфортнее, не таким злым как Сайнвиндер 153. На нём можно катать как в режиме стандарт и эко. При этом снегоход обеспечит плавность и мягкость хода. Так и можно вжаривать на режиме спорт. Но опять же, нужен опыт в управлении таким мощным снегоходом. Бирь-пири, как по мне, подойдёт для райдов, склонных спокойно и размеренно езде, но знающих, что у них всегда есть режим спорт. Оба снегохода уверенно преодолевают различные возвышенности, так что проблем с заездом в какие-то горки не возникает. Также снегоходы уверенно чувствуют себя и в глубоком снегу. Это, конечно, не горные снежики, но и для наших подмосковных зим их будет с головой. Лично мне понравились оба снегохода. Sinewinder 153 за свою неудержимую мощность, а BRP 900 Ice Turbo за свою мягкость и одновременно спортивность. Выбор техники – это всегда очень муторное занятие. Если самому не прокатиться на ней, то можно себе сломать весь мост при выборе, что же лучше. Так что рекомендую всегда тестировать технику самостоятельно. Ведь выбирая технику, основываясь только на обзорах – это неправильный подход. Да и обзоры бывают очень заманчивыми. А по факту может получиться всё наоборот. Спасибо всем, кто смотрел этот выпуск. Подписывайтесь на канал. И не забывайте ставить лайки и дизлайки этому видео. Как обычно, я не призываю вас покупать именно эти снегоходы. Вы бы всегда только за вами. И если моё мнение по этим снегоходам не совпадает с вашим, то жду вас в комментариях. А на сегодня буду заканчивать. Всем удачи и до встречи в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok